Доброе утро! Меня зовут Павел Поцелуев, и я большой фанат барбекю. Я думаю, многие из вас видели в магазине скумбрию холодного копчения, горячего. Кто-то пробовал, а кто-то думает, что же там производство пичкует, холят, и, может быть, опасается ее покупать. И сегодня я покажу, как можно просто, купив свежую скумбрию на рынке, приготовить ее очень быстро и просто на угольном гриле. Конечно же, подкоптив ее. Нам потребуется минимальное количество продуктов, которые вы можете также купить на этом рынке. Но, заверяю вас, результат вас просто восхитит. Давайте начнем. Хорошим аккомпанементом для нашей скумбрии будет лук-порей. Его нужно предварительно обработать. Мы будем использовать его центральную часть, но предварительно нужно хорошенько его разобрать и промыть водой от песка. Поверьте, его внутри очень-очень много. Для этого мы делаем с вами надрез, даже разрез пополам. Берем любую удобную чашу с водой и, раскрывая вот эти вот листочки, пластины, его хорошенько промываем. А пока я хочу сделать небольшие такие конверты из фольги, чтобы рыбка у нас находилась именно в них и там же сохранялась все влага, все соки. Они просто не утекали на наш грей. Берем четыре больших куска фольги. И каждый из них заворачиваем лодочкой вот таким образом пополам и подгибаем борта. Отлично! Четыре конверта, четыре рыбки. Продолжим. Мы с вами нарезали лук. Остался заключительный этап сделать небольшую такую начинку для нашей рыбы. Каждую рыбку мы перекладываем в свой конверт, заранее подготовленный, брюшком наверх. Потому что туда мы как раз будем добавлять все наши специи. И специи у нас будет перец. Конечно же соль. Добавляем лук-порей. Кстати, обратите внимание, добавляем его не только в брюшку, но и просто рядом. Потому что сок из рыбы будет вытекать, и это будет очень такой ароматный бульон. И, конечно же, сливочное масло. Сливочное масло мы перекладываем с вами в брюшку. Вот буквально по такому небольшому кусочку. У нас все готово. Осталось отрегулировать температуру гриля до 180 градусов. Добавить туда парочку таких хороших дров, либо щепу для копчения. И подождать минут 30. Это будет самое лучшее скумрие, которое вы пробовали в своей жизни. Добавляем дрова для копчения. Нам хватит буквально вот несколько таких кусочков. И ровно по центру гриля выкладываем рыбу. Одна рыбка не поместилась, положим ее здесь, снизу. Щепа уже начала у нас дымить. Прямо сейчас закрываем крышку гриля, чтобы все ароматы, все вот эти вот вкусы барбекю остались внутри. Наша скумбрия точно готова. Какой же здесь замечательный аромат. Здесь и бульон на основе вот этого рыбного сока, и лука-порей, и сливочного масла. Давайте доставать. Буду делать аккуратно лопаткой, чтобы не растерять ничего. Давайте руками, на самом деле, не так горячо. Хочу напомнить, что рыба у нас провела в гриле примерно от 30 до 35 минут. Для рыбки такого размера это более чем достаточно. Копченая скумбрия. Поверьте, единожды приготовив самостоятельно на гриле, вы больше никогда не купите ее в магазине. Это чудо. Готовьте больше, и хорошего вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова